Там есть две части. Первая часть. По требованию гражданина из интернета, из паскельков, может быть удалена информация, если она действительно является недостоверной. При этом никаких критериев достоверности или недостоверности не предложено. Ну то есть, грубо говоря, если завтра кто-то написал, что сборная России по футболу выступила плохо и непрофессионально, а игроки и тренеры с этим не согласились, они обращаются в поисковую систему и говорят, нам просто не повезло, мы играли замечательно, поэтому эту информацию недостоверно уберите ее. И если вдруг поисковик не убирает эту информацию, то он будет оштрафован на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Или, например, врач плохо лечит. Или, например, режиссер снял плохое кино и так далее. Поэтому пока нет критериев достоверности и недостоверности, голосовать за такой законопроект нельзя. Второй очень важный момент, о котором сегодня мало кто говорил. Любая правда, если исполняется три года, любая правда должна быть удалена, потому что после истечения трех лет может быть удалена недостоверная информация, то, что нам предлагают авторы законопроекта, об этом решении не говорим. То есть, опять-таки, любые шубохранилища, любые коррупционные истории, любые смертельные ДТП с участием нехороших людей, даже не буду говорить про чиновников, по их требованию эта информация должна быть удалена. А здесь уже противоречие личного интереса и общественного интереса. И как раз таким образом мы фактически вступаем в противоречие с интересами именно общественности, потому что общественность должна знать свои потенциальные угрозы. Ну и самое главное, вот просто представьте, обращается какой-нибудь человек-гражданин из Магадана и просит удалить информацию. Это означает, что если поисковик этого не делает, он должен туда отправить адвоката, оплатить его услуги. Знаете, сколько перелет до Магадана стоит? 40 тысяч рублей, например, летом стоит, туда-назад. И все это должно быть за счет поисковиков. Мы мало того, что создаем проблемы для работы поисковиков, мы еще заставляем их тратить огромные, колоссальные деньги для того, чтобы оплачивать всю юридическую работу адвокатов и так далее. У нас и так интернет-отрасль подвергается различному контролю. А сейчас мы фактически создаем возможности, когда они вообще не смогут конкурировать. То есть это удар по бизнесу, в первую очередь, это удар по гражданам, которые хотят знать, хороший ли ураль, хороший ли фильм, хороший ли детский садик или школа и так далее. Вся эта информация, естественно, содержится в поисковиках. Поэтому просто должны представить, какое количество каждый год условно жуликов, уголовников, педофилов пишут в Google и в Яндекс, просьба выстереть эту информацию. Я считаю, что закон сырой, голосовать на него нельзя, но... Алексей Валерьевич Масаков, пожалуйста. Начинается голосование. В 36-м вопрос. Давайте посмотрим, как удалось ли мне убедить коллег не голосовать за закон о забвении. И вот начинается голосование. Против проголосовал только я. Соответственно, слово автора. Алексей Валерьевич Масаков. Несколько аргументов в поддержку закона о забвении. Каждый человек должен иметь право на объективную, актуальную и правдивую информацию о себе в интернете. Аргументы, которые высказал мой коллега Дмитрий Гудков по поводу коррупционеров, чиновников, преступников, бандитов и всяких мошенников, под этот закон не подпадают. Они никогда, ни при каких условиях не смогут убрать ссылки на информацию, которая рассказывает о их подобной преступной деятельности. В общем, вы услышали несколько точек зрения. Мы опубликуем сразу две, а решать уже вам.